Ставлю значок эквивалентности категории. Наверное, все-таки каноническим его назвать, эту эквивалентность назвать нельзя, потому что на обоих действуют всякие группы автоморфизмов. Ну, значит, у нее есть тривиальная часть, тем не менее. Давайте, где можно, мы будем дублировать наши символы. Символы, значит, это тавтология. А обратное включение, с обратным включением все не так. Просто в социологическом смысле слова, что-то называется легкая половина. Легкая половина теоремы Белого. И, например, в книжке Ванду Звонкина написано, что она гораздо труднее трудной. Во всяком случае, трудная теорема доказывается с помощью элементарной тематики, а легкая – с помощью обращений ко всяким глубоким фактам алгебраической геометрии. Ну, я на всякий случай укажу, какие, и мы об этом говорить совершенно не будем. Значит, это теория спуска Вейля. По-моему, большая часть современных. Вот Саша хорошо разбирается во всяких других спусках, или, может быть, которые терминологически отличаются от этого. И еще есть рассуждения, и даже эта основа вот в другом учебнике по детским рисункам, написанном испанцами, где главное действующее лицо группы автоморфизма. Только не подумайте, что каких-нибудь непрерывных, а всех на свете автоморфизм – это такая гиперконтинуальная страшная группа. Ну, рассуждение по-своему красивое, может быть, оно не только в этом учебнике фигурирует, а если поискать «Изи белый», то довольно много есть статей, где это по-своему красивое рассуждение воспроизводится. Но я хочу все-таки, по крайней мере, для людей, которые, давайте синим проводить рассуждения, для людей, которые занимаются вычислениями в теории детских рисунков, на мой взгляд, эта теорема просто совершенно очевидна. Я бы не стал писать статьи по этому поводу. Давайте постараемся понять, в каком смысле она очевидна. Общая идеология такая. Нахождение пары белого – это решение системы алгебраических уравнений. В эти алгебраические уравнения входят исключительно целые числа. Поэтому все решения, какие есть, определены над кучей чертой. Там вообще никакому трансцендентному числу просто ниоткуда вползти. Но давайте воспользуемся случаем и немножко поговорим о вычислениях. Значит, давайте вспомним, что такое паспорт. Вот тут они не обязательно чистые у нас окажутся сейчас. Поэтому давайте поставим по троечке. Такие уж у нас не совсем, быть может, естественное обозначение, но они уже зафиксированы. Итак, что же такое паспорт? Скажем с вами паспорт. Значит, это такая трехстолбцовая диаграмма. Даже я, наверное, давайте мне это не трудно сделать. Я использую даже и цвета, которые никакого значения не имеют. Даже для собственного удобства я напоминаю сам себе. Такие есть цвета. Зеленый – зеленая бесконечность. Красный – красная бесконечность. Сейчас мы напишем вообще уравнение для всех на свете пар белого. Просто по паспортам. Ну, уравнение, правда, может, не совсем в таком традиционном смысле слова. Но в математическом, безусловно, да. Значит, паспорт – это вот что такое. Значит, сначала принято писать то, что над нулем. И вот мы их обозначим над нулем. Значит, красный А1Альфа. Буквы немножко случайные, но давайте все-таки я этой картинкой даже и воспользуюсь. Вот критические точки мы называем А1Альфа. А это их кратности. Ну, педагогически удобно сразу обратиться к точкам над бесконечностью. Значит, тут у нас точки. Вот ветвления я рисовать не буду, как я раньше рисовал. Просто потому, что они сейчас войдут в формулу. С1 большое, скажем, С гамма. Вот тут придется различать большие и маленькие буквы. Вот. Значит, вот у нас есть третья колонка традиционно. Они так расположены, С1, С гамма. Ну и тут, да, давайте тоже напишем синие точечки. Всегда, когда у нас есть трехцветная триангуляция, все это имеет прямой смысл соответствующих вершин. Вот только у нас буква пробежуточная занята. Но тут есть традиционная буква Н. Вот. Теперь нам, ну, давайте колонку тоже напишем. Б1. Б, Н. Чуть попозже напишем еще и условия необходимые для… Хочу аккуратные скобки написать. Вот. И уравнение мы пишем в виде дивизоров. Дивизор бета. И он представляет собой сумму, скажем, по И от единицы до альфа. Вот у нас кратности альфа, а альфа. Вот наши нули. Сидеверности. Здесь поставим нули. Здесь поставим бесконечность. И здесь поставим единицу. Вот, значит, нули нам известны. Плюс А тоже известны. Сумма. О, К. От единицы до гамма. С маленькая, КТМ. С большое, КТМ. Вот. И аналогично ведутся кратности. Ничем не отключающиеся в грязном случае. Ничем эта самая единичка не выделяется. Не отключается от нуля, поэтому другой дивизор, который мы пишем, это дивизор бета минус 1, который, разумеется, имеет ровно такой же вид. Ж от единицы до N. У нас B маленькая, житое, B большое, житое. Ну, а тут придется копировать. Плюс А у него, разумеется, ровно те же. С до гамма. С, КТМ маленькая. С, КТ. Ну, давайте каким-нибудь бросающимся в глаза цветом это обведем. Значит, с некоторой точки зрения вся теория, которой мы занимаемся, это именно теория вот этих уравнений. Вот этих вот уравнений. Чтобы оно, чтобы они имели смысл, мы давайте напишем, значит, напишем два условия на наши паспорта. Больше цветами не будем осложнять себе жизнь. Вот они просто для того, чтобы связать их с известной картинкой. Значит, во-первых, у нас есть степень, которая вычисляется как угодно, как сумма кратностей над нулем. Она же сумма кратностей над единицей. И она же сумма кратностей, сумма кратностей плюсов. С1, С гамма. Я призываю на все это смотреть как на свойства паспортов. И теперь мы напишем еще одно последнее дивизуальное соотношение, которое мы не обводим или обводим чем-то другим, потому что оно на самом деле вытекает из предыдущих. Но мы на этом останавливаться не будем. Значит, у нас сейчас мы запишем условия того, что других критических значений нет. И это означает вот что. Значит, у нас есть дифференциал. Дифференциал. Дэ. Бэта. И я боюсь, что я, прошу прощения, дивизор дифференциал Дэбэта, я боюсь, что я что-то не то говорил на тему о том, что критические точки с дифференциалом связаны так, что это значение функции бэта там, где дифференциал обращается в ноль или бесконечность. Значит, в ноль это, разумеется, правильно, или бесконечность, давайте неправильно. Давайте, иначе бесконечность дифференциала себя ведет. Мы прекрасно знаем, как и более того, сейчас это вспомним. Вот, и значит, правильные условия на функции белого к терминам дифференциалов формулируются в виде однобэтовая. Значит, в виде дифференциала одной бэтовой. Но мы сейчас просто знаем все особые точки функции белого, критические точки, простите, функции белого, и что же они собой представляют. Значит, нули у нас вот только красные и зеленые, то есть эта сумма при дифференцировании, как мы хорошо знаем, порядок понижается на единицу. Альфа, простите, букву мы пишем другую. И меняется от единицы до альфа как раз. Плюс, разумеется, б, житое минус 1 на б, житое, где же бегает от единицы до n. И минус, здесь наоборот, у нас набегают единицы минус, сумма пока от единицы до гаммы. Наоборот, цкатая маленькая плюс 1 цкатая. Вот, и он, значит, все, точку мы на этом месте поставим. Вот такое у нас есть равенство. И теперь посчитаем степень. Так, давайте я как-нибудь подчеркну, что подчеркну каким-то тоже неотмеченным цветом. Вот это у нас степень. Два основных дискретных инварианта пары белого – это род и степень функции белого. Теперь берем степень того, что мы только что написали. И тут единственный случай, когда мы пользуемся чуть-чуть линейной алгеброй. И степень любого дифференциала на любой кривой рода g – это 2g минус 2. А на эту сумму давайте посмотрим. Значит, сумма… Да, тут на точке мы не смотрим. Сумма о итах – это будет d минус альфа плюс еще одна d минус n. и минус, тут у нас d плюс гамма. Итого у нас получается d минус вот такая красивая величина альфа плюс n плюс гамма. Ну, как-то ее разные люди умеют назвать. Ну, давайте этим цветом общим. Это психологическая площадь паспорта, скажем, это то, что я первым делом считаю. Площадь паспорта. То есть сколько в нем всего клеточек заполнено. Паспорт там. Ну, и я ее в таком более-менее виде и запоминаю. Лучше давайте так окончательно запишем. Вот дискретное соотношение, что d равно… Это просто… Ну, сейчас я, может быть, немного прокомментирую. Покомментирую, что у меня… Почему мне удобно именно в таком виде ее писать. d равно… Значит, вот у нас другого обозначения нет для площади. Альфа плюс n плюс гамма – количество клеточек в паспорте. Минус и левая характеристика. То есть плюс 2g минус 2. Ну, отсюда следует некое свойство четности для количества паспорта, чтобы g оказался целым. Ну, а почему это удобно? Ну, может быть, не будем отвлекаться. Такого же рода соотношение пишется до любой функции с любым количеством значений. Критические значения я, естественно, работаю с функциями Фрида в последние годы. И, в общем, такая формула удобная с точки зрения над полем комплексных чисел. Проверяется равенство некоторых льерохарактеристик. Давайте не буду в это вдаваться. Значит, вот я хочу сказать, что вот эта дискретная часть здесь у нас не слишком последовательно отобрана цветами. Вот она вся, значит. Ну, давайте еще это тоже обведу. Обведу, чтобы немножко поговорить о важности этих простых соотношений и постараться объяснить, почему я им уделяю столько времени к сегодняшней лекции. Я бы сказал, что это просто такой особый раздел математики. Ну, вроде там считается, что мы занимаемся теорией детских рисунков, и так курс называется. Но на самом деле речь о чисто алгебраической теории, и все вычисления определяются вот такими дискретными вариантами, которые, ну, кто-то там из докладчиков сказал, в Москве это называют паспортами, но не только в Москве, по крайней мере, Звонкин Бордо живет. Вот, ну, вообще термин московского действительно происхождения принадлежит Арнольду. И вот просто эти исходные данные, они имеют очень простой вид. Значит, паспорт с тремя условиями на строчку, на строки одним условием на общее количество клеточек. И, помимо прочего, значит, я хочу напомнить или сообщить, что абсолютно в очень большой степени открыт вопрос о реализуемости паспортов. Сейчас я кратко, поскольку это действительно не тема сегодняшнего обсуждения, но уж раз они у нас появились, то сообщу вам, что... Значит, сейчас мы перейдем к точкам, поймем, что сами уравнениями достаточно глубокий смысл. Вот, а проблема реализуемости, она в большой степени или полностью формализуется, как проблема комбинаторная. Существует ли она, она же иногда называется, хотя с вариациями, проблема Гуровица, значит, она имеет вид, проблема Гуровица. Она имеет такую форму, как существует ли накрытие сферы с данной схемой ветвления. Но Гуровиц таким вопросом не занимался, с минимальными ветвлениями, наоборот, у них и у его сегодняшних наследников обычно паспорт как можно более широк. Вот, тем не менее, вот есть такой чисто алгебраический или комбинаторно-топологический вопрос, существует ли... для всякого ли паспорта существует соответствующая пара белого? Ну, все-таки я ответ, гипотетический ответ напишу, что точно, да. Ответ меня лично изумил, когда я понял, что дела обстоят именно так. Значит, проблемы реализуемости не существует в родах, в серьезных родах, начиная с двух, почти. Она почти решена, и довольно редкие паспорта не реализуются для рода один. Что касается родов ноль, есть очень много работ, которые... Ну, я даже качественный рисунок все-таки сформулирую, качественную картину все-таки сформулирую, хотя это не по делу мои планы. Значит, какие паспорта не реализуются? Это когда мы пишем правильные паспорта, правильные, где, скажем, почти одинаковые числа стоят в столбцах, и чуть-чуть их портим. Вот эти... Стоит лишь оставить, разложить перед собой списки нереализуемых паспортов, то видно, что это чуть-чуть испорченные, испорченные правильные паспорта с постоянными ветвлениями. Ситуация немножко загадочна в том, что, хотя проблема комбинаторная, но вот те уравнения, обсуждения которых мы сейчас перейдем, они в случае рода нуль вообще имеют совершенно элементарный алгебраический характер. Просто функция бета – это рациональная функция, целиком определяемая своими нулями, полюсами с определенными кратностями. И тем не менее, почему-то не помогает, проблема остается открытой. У меня, честно говоря, ощущение, что за нее просто как-то как следует не брались, или, точнее, за нее брались люди в довольно большом количестве, в том числе посещающие наш семинар, которые как-то любят решать отдельные задачи. А в отдельных задачах это проблема города связана с самой разнообразной тематикой. Проблема ферма для полиномов, дифференциальные уравнения классические, близкие там гипергеометрическим и так далее. Вот, значит, это все некоторые разговоры в сторону, которые говорят о том, что все компоненты того, что сейчас написано на доске, заслуживают некоторого интереса. Ну, а теперь давайте попробуем понять, а где, собственно, эти уравнения пишутся. Вот, давайте считать, что нам дан паспорт и больше ничего. Прямо сформулируем этот вопрос. Ну, уравнение на что это? Хотя нет, почему? Давайте вот так его сформулируем. Уравнение на. Не я. На. Ответ очень простой. На точку. Значит, что у нас есть? Кривая. Дальше у нас есть альфа-точек. Потом n-точек. И потом еще гамма-точек. Где это неизвестное живет, мы прекрасно, прекрасно с вами понимаем. С, гамма-точек. С здесь большие. А живет это все в пространстве модулей рода G с альфа плюс n плюс гамма отмеченными точками. Вот это наше неизвестное. Значит, давайте я, наверное, даже вот как напишу. Немножко сильнее. Давайте я сюда привязываю. Значит, это у нас, вообще говоря, схема там квазипроективная. Давайте ее напишем над произвольным полем. Ну и, может, я упомяну здесь принцип, может быть, здесь уместно упомянуть принцип Левшица. Принцип Левшица, может быть, понимаемый чуть-чуть своеобразно. Ну, вообще, в математике он понимает следующим образом. В алгебраической геометрии можно пользоваться трансцендентными средствами, которые иногда проще, чем какие-нибудь другие. Например, если хочется посчитать точки конечного порядка на Якобиане. Значит, это все оказывается верно над произвольным полем, в том числе и положительных характеристик с некими оговорками, но над полем комплексных чисел мы это сразу видим. А вот принцип Левшица, который еще и некоторые люди умеют формулировать как принцип математической луги, говорит о том, что все, что верно над полем комплексных чисел, верно над полем нулевой характеристики уж точно. И вот в данном случае теперь я перехожу к попытке объяснить, почему для меня вот эта легкая половина теоремы Белого представляется очевидной. Да просто потому, что эти уравнения в пространстве модулей мы можем записать самым явным образом. Но, может быть, я немножко немножко горячусь, утверждая это, но, скажем, для тех родов, для которых пространство модулей у нас заданы каким-то явным образом, ну, например, любой из нас может поработать над этими уравнениями, там, для родов 1, 2, 3, 4, например. Отдельно посмотреть случай гиперелептических кривых и отдельно для родов 3, 4, там плоская квартика или для рода 4 пересечения пространственной квадрики с пространственной кубикой. Значит, просто мы все задаем уравнениями, в том числе кривую х, вот надо, наверное, пожирнее попробовать написать, кривую х, задаем уравнениями, и все наши утверждения о дивизорах превращаются в совершенно точные равенства. Ну, кстати, здесь же и видно, почему характеристика ноль существенна, потому что мы все-таки удобнее всего пользоваться понятием кратности функции с помощью ее, ну, производная требует параметра, но с помощью работы с дифференциалами. Вот, то есть, а дифференцируем мы над полем нулевых характеристик и ровно так же, как над полем комплексных чисел. То есть, значит, я хочу представить такое метаматематическое рассуждение по поводу легкой половины теоремы белого. Что бы мы ни делали, каким бы образом мы ни искали пару белого для данного паспорта, все наши действия над всеми полями характеристики ноль, давайте беременность вот здесь напишем, что для характеристики ноль вообще все, вообще наши действия никак. Мы просто, производя вычисления, мы ни разу не вспомним, над каким полем мы работаем. Ну, к этому, разумеется, примыкает вопрос, который я много, многие годы рекламирую среди себя и окружающих. Это вопрос о том, как соответствующие уравнения модифицируются в положительных характеристиках. Значит, уравнения ровно такие же, но при редукциях всякие точки могут сливаться. Значит, я здесь давайте только устно напишу, что нас интересуют не паразитические решения. Кстати, вот в этой записи это отражено, давайте я это словами напишу. Но само определение пространства модулей таково, что все эти точки разные. А у системы уравнений бывают еще паразитические решения, которые сливаются. И при редукциях по простым модулям они тоже иногда сливаются. То есть, ну, сейчас мы еще поговорим о множествах решений. Значит, просто ответим на вопрос, чего мы ждем от решений. Вот теперь, теперь давайте-ка, теперь давайте у нас основное поле уже точно куща. Ну, может быть, может быть, я здесь немножко прервусь и спрошу слушателей, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу аргумента, по поводу, так сказать, доказательства теоремы легкой половины белого. Легкой половины теоремы белого. Правильно ли я понимаю, что в этом доказательстве используется неявно следующее, что вот мы написали уравнение, они все определены над Q, у них рациональные коэффициенты, и здесь важно, что их решение – это именно нульмерное многообразие, что там не может быть никакое… Потому что иначе, если там была бы какая-нибудь кривая, у нее были бы комплексные точки. Здесь пара белых – это жесткие объекты, там только точки возникают. Да, Саша, вы понимаете, если я правильно распознаю ваш голос, вы понимаете абсолютно правильно. Единственное, чего я бы не рискнул сказать, это сказать, что это уравнение с целыми коэффициентами. Ну, для произвольного рода. Значит, это все-таки уравнение именно на квазипроективном многообразии. А дальше спасибо, Саша. Значит, я действительно забыл сказать то самое, что вы сейчас произнесли, но я сейчас это просто произнесу еще раз. Что над полем комплексных чисел из трансцендентных соображений мы знаем, что множество решений конечны. Просто потому, что, ну, по теореме существования Риммана, потому что, когда у нас пара белого найдена, значит, кривая там Римманова поверхность восстанавливается однозначно. И вот еще раз применяю принцип Левшица, мы заключаем, что у такого рода системы, вот как мы знаем, поскольку мы знаем, что не все паспорта реализуемы, у него может быть пустое множество решений, тогда мы просто разводим руками. А если оно не пустое, то оно нульмерно, как совершенно справедливо отметил Саша. Спасибо. Сейчас, а почему, как это легко понять, что на самом деле кривая восстанавливается однозначно? Ну, казалось, вот рассмотрим пары Фрида, для них это не верно, есть семейство Фрида. А для пар Фрида у нас, значит, где мы это использовали? Смотрите, вот здесь вот. Спасибо тоже, что немножко тормозите меня. Вот обращаем внимание здесь на то, что происходит здесь. Значит, мы знаем, где дифференциал бета может обращаться в ноль и в бесконечность. Только в наших красных и синих точках. А в бесконечности он обращается только в зеленых точках. Для произвольных точек он вообще может обращаться где угодно у него. Там могут быть много физических точек. Если бы была четвертая, то есть, чтобы это был паспорт пары Фрида, у него на самом деле должна была бы быть четвертая колонка. И мы должны были бы учитывать обращение дифференциала в ноль над оставшимся критическим значением. То есть, тут все-таки какой-то возникает подсчет. То есть, я не очень хорошо понимаю, каким образом вы приходите к угоду, потому что множество решений конечны. Вот я пытаюсь все то же самое проецировать на пары Фрида. Там тоже есть теорема Рима на существование. То есть, что такое специфичное для трех критических точек? Что же ты делаешь? Можешь, чтобы решение нульмерное, что не работает там для... Да, вопрос совершенно правильный. И на самом деле, только легко подсчитать параметры. Я просто этого делать не буду. Значит, наивный счет параметров говорит о том, что, ну, грубо говоря, мы знаем все размерности. Здесь, грубо говоря, уравнение столько же, сколько неизвестно. Вот, но, конечно, в жизни бывает так, и так бывает именно при нереализуемых паспортах, что система не имеет решения. Вот. Сейчас, сейчас... А, нет, прошу прощения. Значит, если наивный счет ломается, если у нас уравнение оказывается логически зависимым. Вот здесь они логически независимы, но это действительно требует какого-то осмысления. Вот. Теперь, что касается, ваш вопрос о парах фриты, я не очень понимаю, потому что... То есть, я могу его несколько уточнить. Но вот, что означает, что у нашего уравнения нульмерное множество решений. Это означает, что семейство, так сказать, белого не существует, что все... Не существует непрерывное семейство пар белого, да? Да. Потому что это бы означало, что во множестве решений есть какая-то одномерная, скажем, кривая решения. Но при этом семейство фрита существует. Какое конкретное рассуждение? Ну, при этом фары фрита тоже задаются... Ну, самое простое рассуждение такое, что каждому непрерывному семейству вот таких объектов, значит, по ним функция белого воспринимается, восстанавливается совершенно однозначно. Например, из первого уравнения она восстанавливается в точность пропорциональности. Да, это функция с заданным дивизором. Да. Вот. А вместе с вторым уравнением она восстанавливается совсем однозначно. Даже и без всякой с точки до пропорциональности. Вот. И, значит, у нас смысл уравнения в том, что это уже настоящая функция белого. Да. То есть ответ на ваш вопрос заключается в том, что именно у функции белого нет модулей. Та пара фрид, про которую вы, кажется, говорите, она имела бы дополнительное критическое значение, и мы могли бы его двигать. А. Ага. Вот психологически это, по-видимому, убедительно, но, значит, я очередной раз почувствовал. Я много раз это рассуждение воспроизводил, и для меня оно действительно очевидно, но вот, по-видимому, я должен все-таки немножко подумать о его формализуемости. Самым важным мне представляется именно интерпретация этих уравнений как уравнений в пространствах модулей. Ну, вернее, в пространстве модулей уравнений может быть еще красивее. Я тут не буду переписывать, тут у меня доска есть. Значит, правые части главные. Это главные дивизоры. Это вполне достаточно, что, значит, вот у нас есть такие дивизореальные соотношения. На кривой есть такие дивизореальные соотношения. В Пикаре, значит, Пикар у нас нулевой, потому что степени вот этих дивизоров с буквами А и с буквами С совпадают между собой. Значит, вот такая точка Пикара совпадает с другой точкой Пикара. Может быть, немножко лучше было бы, ну, конкурирующий способ считать эти уравнения уравнениями в семействе, универсальном семействе Пикара. Ну, там надо говорить слова про особые слои. Вот. Но, пожалуй, возникающие вопросы действительно говорят о том, что про очевидность легкой теоремы Белого надо еще подумать. Я как-то много лет назад решил, что она не заслуживает размышлений вот из этих соображений, но, может быть, потому что довольно большое количество рассуждений провел. Да, сейчас я, собственно, я этим сейчас отчасти занимаюсь, потому что я это рассуждение распространяю на пары Фрида и даже целиком на критические фильтрации. Значит, там все там с размерностями сходится, то есть, все реальные страты имеют ожидаемые размерности, но вот соображения типа общего положения у меня еще немножко недоделывается. Так, теперь, значит, почему мы перешли на случай, который нас действительно, прежде всего, интересует, и о поле комплексных чисел мы потихонечку будем забывать. Ну, в том смысле, в котором мы вообще работаем с алгебраическими числами, с арифметическими вопросами. Ну, вся арифметика находится, конечно, в поле комплексных чисел, но об этом вовсе не обязательно всегда помнить, особенно, когда мы работаем с уравнением. Так вот, значит, наше главное действующее лицо это орбита ГЛОА, это группа ГЛОА, и она, давайте, розовенькое поставим где-нибудь здесь, что вот есть у нас такая розовенькая система, еще раз повторю главную мысль, что она целиком определена, паспорт, она больше ничем, вот, и, значит, группа ГАМА, поскольку, наверное, Саш, вы все-таки выражаетесь правильно, что в этом самом, в дивизиальных соотношениях у нас все выражается с целыми числами. Во всяком случае, это будет так, вот я немножко описательно рассказывал, как писать уравнение в пространстве модулей. На самом деле, это не всегда так, я вот в таком 90-каком-то году писал докторскую диссертацию на эту тему, которая до сих пор существует и, ну, как все, вот, но она абсолютно не читаемая, сколько-то лет назад попробовал ее посмотреть, ну, я еще понимаю, что я хотел сказать, но, конечно, мои оппоненты, из которых там живы двое из трех, уже ни за что бы не смогли понять, о чем идет речь. Вот, но так или иначе, наверное, с той же степени очевидности, что и предыдущее размахивание руками, верно то, что группа гамма действует на решение решения системы уравнений звездочков. Вот. Мы, кстати, это хорошо знаем по плоским деревьям, да, там, ну, действительно, плоские деревья это частный случай ровно того же, просто же равно нулю, и там последний столбик состоит из единственного числа, из степени. Это вообще хороший отдельный случай одноклеточный, случай единственного полюса, такое очень разумное обобщение многочленов на высшие роды. Вот. И алгебра никак, значит, здесь тоже полезно, наверное, подумать об этом уравнении и надпроизвольным полем, потому что просто алгебраический язык даже не позволяет сказать, я беру это решение, а не то решение. Над полем комплексных чисел мы можем что-то нарисовать и сказать, вот, петелька идет сюда, это одно решение, петелька идет туда или какой-нибудь хвостик засунулся внутрь какой-нибудь петельки, вот это другое решение, нас интересует оно. На дивизиальном языке ничего такого нет, поэтому решения входят целыми орбитами головок. Вот это, значит, я сейчас ничего не могу добавить, кроме того, что констатировать то, что как у всякого, может быть, только поставить нужный контекст, значит, это свойство действительно, правильно в этом смысле ремарка Саши, свойство любой системы уравнений с целыми коэффициентами, на множество их решений действует гамма. Вот, довольно забавное занятие для небольших родов эту систему расписать явно, для случая рода один это совсем нетрудное упражнение. Вот, ну вот, что хотел сказать про легкую половину теоремы Белого. Невозможность различить решение, хотя это разные рисунки, это же связано с невозможностью канонически вложить куст чертовица, да? Да, да, можно и так сказать. Можно сказать и так. Мы это когда-то обсуждали, что, значит, с чертой можно воспринимать как абстрактное поле, а можно считать под полем поле комплексных чисел, но действительно вложение абстрактного поля не фиксировано. При другом вложении мы получим любой другой элемент орбиты Глоа. Вот, ну, значит, в данный момент мы дальше углубляться у нас у нас есть. И во всех других эквивалентностях, которые мы писали, значит, всякие там категории с действиями, например, свободной группы с двумя образующими или что-нибудь в этом роде, значит, они ровно с тем же успехом действуют на парах белого надкусь чертой. Вот, а трудная теорема белого это нечто другое, что мы к обсуждению, чего мы сейчас и перейдем. Так, я, кажется, уже сохранил. И теперь Clear Paul Rollins. Вот. Так, значит, давайте это озаглавим. Озаглавим как трудная половина. Вот, присутствующих больше не появилось, я не умею проверять, так что все, конечно, многократно знают, о чем многократно встречали соответствующую формулировку. Я даже думаю, что я ее, чтобы чего-то новенькое добавить, я ее в таком количественном смысле определю. Значит, давайте вот как поступим. Определим высоту высоту белого как функцию на пространстве модулей над Q. с чертой натурально значимой, которые каждый кривой но не будем различать кривую ее классы заморожности, сопоставляет минимальную степень функции белого на ней. D. Значит, существует пара белого X beta. там все у нас категории введены. с чертой такая, что степень в это равна D. вот трудная теорема белого заключается в том, что эта функция всегда определена. Это такой несколько вычурный способ сказать, что на каждой кривой над кучей чертой есть кривая функция белого. Ну, вот в нее добавляется немножко такой количественный аспект, который заключается в том, что будет значит, как на пространстве модулей выглядит вот это распределение по функциям как можно меньше степени, функциям белого на каждой кривой как можно меньше степени. значит, все эти эквивалентности категории, о которых мы говорили, они кое-что на эту тему нам говорят. Вот, и тут я давайте сослюсь на некоторую устную беседу со своим учителем Манином, лет, наверное, 30 назад состоявшуюся и его соображений так и не были. Я его спросил, собирается ли он их записать. Нет. Значит, эта функция вроде совсем неточная выражением заключается в том, что высота белого, как всякая другая высота вроде, ну, я все-таки скажу, что такое Калмагоровский сложности. Это, вообще говоря, не входит ни в программу, ни в мои планы не входило, но как-то трудно удержаться. Калмагоровская сложность вообще относится неизвестно к какому разделу математики. Впрочем, Манин в последние годы о ней кое-что писал, но с неожиданно гуманитарным аспектом. А в очень широком смысле слова это касается любых конструктивных объектов и представляет собой количество информации, которые нужно, чтобы конструктивный объект задать. И, вообще говоря, у Манин очень широкий кругозор, как вы догадываетесь, поэтому он ее сопоставлял с многочисленными высотами, существующими в арифметической геометрии. Такая вот яркая высота последних десятилетий это высота Аракеова, как раз упоминавшаяся здесь. Вообще все они имеют нечто общее между собой. И все действительно имеют неформально все имеют именно такой смысл количества информации, требуемого для задания объекта. Может быть иногда количество информации в самом таком прагматическом компьютерном смысле слова. И главное свойство любой сложности или любой высоты это то, что заключается в том, что количество объектов ограниченной сложности по сути своей конечной. Это такая с точки зрения неформальной моего неформального объяснения это самое фундаментальное ее свойство. Потому что другой способ понимать Калмогорвскую сложность. Количество информации можно понимать как длины текстов каких-то языков, которые задают на каких-то языках, которые задают некоторые объекты. Вот. Если объект задается текстом, то значит конечное количество текста конечной длины задает конечное количество объектов. Вот. И мы про высоту белого знаем страшно мало, но кое-что все-таки знаем, что даже я не пишу слово знаем знаем мы то, что количество мы хорошо знаем количество объектов с ограниченной высотой белого. Значит, если взять у нас значит множество из точек пространства модулей, у которых высота белого не превосходит какого-то порога С, значит, из наших эквивалентностей категорий, но я пишу приближенное равенство, следующее это просто некоторое количество некоторых рисунков. Ну, дальше надо уточнять, высота бывает трехцветная, черно-белая, это некоторое количество рисунков. Значит, это вопрос о том, сколько существует рисунков данной сложности, он вообще один из самых модных в современной физике, теории интегрируемых систем и других вопросов. Асимптотик-то известно с начала XX века, а известные гораздо более точные сведения. Вот, как она, как высота белого связана с другими настоящими высотами на пространство модулей, это в очень большой степени открытый вопрос, и отчасти он открыт не потому, что мы им, что мало людей им занимаются, занимаются разные людям, потому что эта связь, по крайней мере, в пределах того, что знаем мы, начав вычисления с малореберными рисунками, мы знаем, что есть малореберные рисунки, чудовище, у которых высота белого маленькая, то есть вот я знаю рисунки, сейчас боюсь неправильно рисовать, но давайте укажу все-таки есть это вот из нашего знаменитого каталога, значит, торический рисунок, уже забыл, как он выглядит, но у него в нашем каталоге упомянуто то, что упомянуты там только чистые рисунки, но вплоть до четырех рюкерных, вот, а высота в обычном смысле высота некоторого рисунка, то есть там есть некоторая орбита, кубическая орбита Галуа, трехэлементная орбита Галуа, даже не знаю, как написать, что она совершенно чудовищна. Жейный вариант не умещается на доске. Вот, так что очень точной связи быть не может, чтобы представлять себе, какая может, но надо вникать в эту науку. Сейчас у нас еще тоже появятся всякие запредельные количества. Вот это характерно для трудной половины теоремы Белого. Примерно то, что имеются запредельные количества, а насколько их можно снизить, это вопрос иногда открытый, а вот в данном случае не открытый. Так, ну теперь давайте все-таки перейдем к ее доказательству и действительно верно то, что его может понять школьник, хотя я его пока не пробовал школьникам рассказывать, но я сейчас буду на таком более-менее инфантильном языке говорить. Значит, и так еще когда-то я для себя переформулировал ход доказательства в игровых терминах, но кажется, это никому не помогает. Тем не менее, я не буду ничего писать на эту тему, но буду произносить слова игроби. Один раз напишу, вот х нет, чуть попозже напишу. Значит, х это произвольная кривая над у с чертой и мы выбираем произвольную функцию на ней, начальную просто функцию F, которая, ну, вообще, по сути, она совершенно произвольная, но мы сейчас крошечное на нее ограничение наложим. Значит, единственное, что от нее требуется, это быть, не быть постоянной. Не быть постоянной. И мы еще попросим, вопреки нашим, ну, попросим свойства противоположные тому, которые мы рассматриваем, у нас обычно бесконечность, на бесконечность сложное ветвление, но мы целиком будем работать в конечной части кусь чертой, поэтому бесконечность у нас не будет критическим значением, не будет критическим значением функции F. Вот. И значит, сейчас у нас будет последовательность множеств. как мы их обозначим? Давайте просто последовательность. S минус первое, S нулевое, S первое и так и далее. Все это конечные подмножества кусь чертой. писать конечные не буду, буду все время говорить. Никаких других подмножств у нас не будет. Так вот, S минус первое это не что иное, как конечное, как множество критических значений совершенно произвольной функции. Кредит 2 и на самом деле мы уточним, усилим трудную половину теории белого. Следующим образом мы берем усиление, мы берем произвольную функцию и говорим, что существует многочлен с рациональными коэффициентами такое, что композиция P на F функция белого, как мы можем это записать вот только так, что X можем прикомпонировать слева и получится объект пар белого, где нам приходится писать троечку. Это один из случаев, когда гораздо легче сказать словами, чем написать формулу. Иначе говоря, поленом от любой функции, мне не очень нравится, поленом от по-английски есть лучшее слово, которое я не умею по-русски произносить, посткомпозишн. Посткомпозишн произвольной функции, рациональной функции, это функция белого. И строится она частями. Вот почему сам P это будет композиция нет цепочки многочленов. Я уже однажды упомянул, что все это совершенно нереалистично. Так оно и будет. Ни одного примера на этот алгоритм практически ни одного примера разобрать нельзя. Вот Ландой Звонкин этому довольно большое внимание уделяет. Так, и теперь все-таки оказывается я не могу удержаться от слов игра белого. Значит, у нас S нумерованные, а мы сейчас скажем, что происходит с ненумерованными многочленами. Значит, играет один человек и делает ход посредством многочлена. Так, многочлен, многочлен, значит, буква P у нас немножко занято. Давайте родственные буквы напишем, скажем, Q. Нет, плохая буква, она тут занята. это. ничего тогда страшного. Значит, P это у нас все-таки нехорошо. это другой многочлен. Давайте случайные буквы M русской. M у нас вообще говоря другой многочлен. Вот. И применяется он к подножеству. Вот наше множество нумерованных, хотя применяться он будет именно к ним. Значит, S. Ну, как я сказал, все множества подножества. Конечно, не буду это писать, только это подножество Q с чертой. И тогда вот тут мы отождествляем. Даже, пожалуй, знаете, на что я пойду, чтобы не путать алгебраические действия с теоретикой множества. Значит, если у нас есть многочлен, то это вообще говоря, выражение. А рассматривать мы его будем как отображение с чертой. Когда будем подчеркивать, это будет отображение с чертой, с чертой, задаваем этим многочленам. Так вот, многочлен, примененный, вот применение давайте звездочкой напишем. Это по определению М с чертой от С объединенное с множеством критических значений самого многочлена. Тут черточки естественно нет. Вот с помощью значит в этом вот отдельный ход в такой игре. Значит, чем это мотивируется, но давайте чуть попозже это обсудим. Пока игра как игра. И можно сформулировать ее цель. Цель построить М. Давайте она будет именно справа налево будет читаться П1 рулочек, П2 рулочек и так далее. П Н будет длинная композиция, чтобы М нашими действиями загнать С в 0 единицу. Значит, трудная половина, еще раз скажем, игра всегда выигрышна. Значит, трудная половина, еще раз напишем здесь трудная половина. Ну, как сказать, значит, давайте словами напишем для смесью слов и квантеров для любых у нас начальная минус первое мы договорились. Значит, игра выиграна. Впрочем, чего нам существует такой М? Что? Существует М вот такой вот. М я сбоку напишу то, о чем, наверное, удобнее подумать самостоятельно, чем я сейчас буду расписывать, что это бета есть М, вот та М скомпонированная с исходной F. Бета имеет вид такой композиции. А мы сейчас, как видите, значит, правила игры, а правда вместе с этим, да, сейчас я, наверное, сотру все, кроме вот этих, кроме собственной игровой части. Есть ли какие-нибудь вопросы сейчас? Так, я тогда сохраняю это, чищу все. Ой, я не хотел, не хотел счистить все. Иду, он не хочет обратно, да, анду. Вот, я хотел, значит, отвлеченное соображение. Итак, тут произносились всякие взрослые слова, а почти все, что будет произноситься дальше, действительно адресовано почти, что школьникам или там вашекурсникам. Это не важно. Так, тут меня донимают какие-то сообщения, которые после очередной перезагрузки абсолютно не видно. Вот крестик. так, здесь уже у нас только правила игры. Вот, ну, сейчас первый шаг мы заведомо успеем сделать. Я когда-то его там называл дебютом Миттельспилем Миттельспилем, но убедился, что вообще, говорят, не очень помогает. Не пробовал, правда, это шахматистам рассказывать, но вообще не все шахматисты. Вот, значит, на первом шагу, скажем так, если и или n у нас переменная, нет, n у нас, ну, давайте n маленькая будет переменная, если n у нас будет неотрицательно, значит, все множество, начиная с нулевого, будет гамма дворянная. Да, в этом смысле, конечно, это не совсем школьное понятие. с минус первой. А, иначе говоря, вот нулевое множество получается не таким ходом. Значит, с ноль это по определению множества всех алгебраических чисел сопряженных с множеством критических значений исходной случайной функции. Вот, теперь, значит, мы строим последовательность функций, они у нас обозначены или нет. Да, вот буквами P, они обозначены и они будут отличаться тем свойством, что P критическое значение сейчас как надо правильно сказать, что критические значения предыдущего многочлена будут корнями следующего. Сейчас я это запишу в давайте картинку лучше напишем, нарисуем, все будет понятнее. Значит, картинка вот такая вот. Пусть у нас иногда очень помогают вещественные картинки. Вот у нас график. Значит, график у нас функции. А вот оси у нас будут своеобразно номероваться Zn Zn плюс первое. Вот и тут нам корни не нужны. Критические значения вот мы да, тут нам только нужно сказать, что мы имеем дело с графиком, скажем, W равно Pn от Zn. Каждый многочлен у нас будет от своей переменной. и вот значит тут лучше не скажешь корни Pn n плюс первого множество корней следующего многочлена это множество критических значений предыдущих. вот давайте сначала научимся строить такие многочлены и устроены они следующим образом. Значит P n плюс первое первое от своего Zn плюс первое это результат. Сейчас я его напишу, после этого мы обсудим обсудим, надо ли давать обозначение к результанту. Значит это значение в критических точках. Да, результат бывает по предыдущей переменной Zn Pn' минус минус Zn плюс первое Pn' штрих. Вот надо вдуматься в эту формулу и мы ее будем применять прямо рекурсивно ее будем применять к нашему множеству. Так, есть ли кто-нибудь из слушателей кому надо объяснять что такое результат? нет, нет в этом. Саша, вы знаете шутковый результат? Да. Паша, знаете шутковый результат? Да. Хорошо, значит тогда вы понимаете что эта формула дает то, что надо, потому что значит она выделяет такие Zn плюс первое такие значения Pn' что в них Pn' штрих равна нулю. Поэтому выполняется то самое что происходит. Вот и теперь у нас значит когда мы будем применять эту формулу многократно, то у нас значит ну собственно так мы и поступим. сейчас сейчас Pn' да надо сказать что P0' здесь мы только напишем что P0' это по пределу у нас аргумент вот значит очень важный вопрос писать аргумент у полиномов или не писать. Иногда это необходимо P0' от Z0' это разумеется произведение по Z0' это переменная минус S когда S бегает по S нулевому. вот и поскольку у нас это множество S нулевое голова инвариантна то значит есть главное свойство что этот P0 у нас живет в имеет рациональные коэффициенты инвариантен относительно группы голова и вот тут мы пишем никакое попало набор многочленов а именно Q от Z0' так теперь ужасно хочется что-нибудь стереть так ну вообще говоря главное очень не хочется переносить что-нибудь давайте сотрем вот это пояснение оно элементарно никому не нужно кажется это нам даст достаточно места значит дальше давайте так следующая игра часть игры или тур это уменьшение сначала давайте ходы напишем значит вот у нас P0 есть теперь у нас S1 есть P0 примененный S0 что мы про него знаем значит корни S1 это нули производные S0 как бы это сказать давайте я напишу то что хочется написать все равно очевидно что значит мы сейчас не до конца легкую теорему одолеем но вот на следующей лекции посмотрим насколько было насколько то что написано понятно и вот будем продолжать S2 все у нас рекуренция есть значит S да дальше идет это P1 на S1 и так далее и факт ну которым мы сейчас наверное не закончим я его чуть-чуть покомментирую потому что писать формулы очень не хочется значит факт заключается в том что уменьшается при этом количество иррациональных элементов в наших множествах значит у нас все многочлены будут иметь рациональные корни их корни это естественно какие-то алгебраические числа и вот значит мы на этом этапе интересуемся иррациональными значениями вот и каждый раз новый иррациональный значит каждое очередное P у нас все предыдущие S загоняет загоняет в ноль вот в рациональный ноль при этом наживаются новые иррациональные значения как корни PN' как критические значения PN' PN' но степень этой производной ой прошу прощения они конечно не в ноль загоняются а у нас на каждом шагу у нас болтается сколько-то рациональных значений и многочлен их переводят в какие-то еще рациональные числа вот мы на них до поры до времени внимания не обращаем а новые иррациональные числа это нули производные вот поэтому значит поэтому имеет место вот такое неравенство 1 минус Q больше и так далее и вот наступает давайте букву назовем значит существует M найдется такое M что SM уже иррациональных чисел в нем не останется SM уже множество конечных рациональных чисел теперь все на свете говорят и пишут что вот этот шаг имеет смысл в гораздо большей общности я честно сказать это никогда не продумывал но наверное наступило время и слушатель я к тому же самому призываю значит тут действительно не используется ничего кроме понятия результанта но вот может быть что я не сказал это значит смысл этой звездочки смысл этой звездочки просто в законе композиции который можно значит крит вал если мы компонируем давайте кем к другим алфавитам приступим фи на пси то надо отдельно че все угодно это такое цепное правило его очень хорошо понять с помощью дифференцирования и оно есть а можно понять теоретика множества значит это критическое значение множество критических значений фи объединенное с фи от множества критических значений пси вот надо понять эту формулу и тогда тогда эта последовательность станет очевидна вместе то есть последовательность очевидна но вот эта маленькая лемма надеюсь тоже станет понятной вот быть может было бы предпочтительнее какое-нибудь более формальное изложение ну вот получилось именно так я в него ввел довольно много элементов которые лично мне облегчают понимание в известных текстах прежде всего в самом тексте белого это вообще занимает один абзац но там такая мешанина из одинаковых букв что мне лично понять трудно давайте я напишу напоследок какие-нибудь источники источники белый собственно белый и в том или ином виде все на самом деле переписывают его рассуждения стараясь их облагородить белый значит ландо звонкин и есть всякие люди которые думают об общениях теорем белого или перенос хайона другие более общие ситуации но вот на этом на первом месте видимо Богомолов с несколькими соавторами пантьев и другие вот все это ищется значит это довольно богатая литература и ищется прям по слову белый ну вот видимо на сегодня мы это закончим я тоже немножко пройдусь по этим по этой белой доске пытаясь на нее взглянуть глазами людей которые с этим не встречались но надеюсь что повторять мы это не будем хотя есть у меня маленькое опасение что может быть где-нибудь индекс остается я это тщательно проверю есть ли какие-нибудь вопросы по поводу того что сейчас было рассказано если я правильно помню маленький комментарий по-моему результат вели что если комплексное накрытие не разветвлено вне ку то оно определено над ку с чертой нет конечно вы знаете у меня какое-то ощущение что если база накрытия определена то есть в данном случае накрытие вообще надо по-1 безусловно такое в тексте видео такое утверждение есть мне кажется что оно все-таки следствие потому что следствие есть какой-то фундаментальной теоремы которая которые используют тот объект из-за которого в общем основание вели думаю что сейчас можно очень уверенно сказать что не выжили вот их применение разумеется само доказательство сами результаты содержательные вели они важнейшие результаты 20 века а само основание не получилось и причина в том что он работает в этом самом в универсальном поле по-моему какой-то уж точно бесконечной степени трансцендентности над основным но еще какие-то там какая-то гигантомания есть вот значит спасибо за это напоминание потому что там удобно мы рассматриваем доказательства или не очень но оно абсолютно фенитно и вот в этом смысле его наверное можно противопоставить каким-то другим но как я сказал значит многие авторы настолько думают про алгебраические числа в терминах комплексных что у них появляется такая чудовищная группа симметрии разрывные автоморфизмы поликомплексных чисел ну надеюсь вы обратили внимание на то что на этой доске а сейчас я прошу прощения себя перебиваю и возвращаюсь на прошлую доску с объяснением легкой теоремы белого вот вот его когда-то произносил на одном из последних семинаров гельпанда которые проходили в москве и значит как-то слушатели в том числе строгие гельпанда его приняли а главное соображение мое заключалось в том что предположим что мы вообще не знаем никаких комплексных чисел вот мы знаем сложение умножения знаем алгебраические действия и знаем что вот есть такое алгебраическое антеполис содержащее поле рациональных чисел все что происходит происходит в нем и вот здесь на этой доске ровно то же самое ни одного трансцендентного числа никак сюда не заползало то есть почему я сейчас про это говорю может быть есть ощущение что не попад потому что ну я не буду делать что я вели читал внимательно но в руках я его держал вот и знаю что чтение очень трудно и в данный момент ну не знаю кому как мне не очень нужно оно было бы очень нужно тем кто занимается историей математики но вот я сейчас пока скорее занимаюсь самой математикой и у нас есть гораздо более удобные удобные введения математики которые содержат все что нужно кстати милом в этом смысле очень хороший современный учебник вот кроме того мы все-таки живем в компьютерную эпоху и хотя то что я сейчас рассказываю как мы поймем потом на примерах абсолютно неконструктивно но это есть варианты с которыми можно работать вот да сажен что-то я развернутый и не уверен что по существу отвечаю на ваш вопрос но ваш вопрос дал мне сейчас сформулировать еще раз как вы запомнили ну это наверное скорее не вопрос так так сказать комментарий вот значит если есть накрытие кривых при том база определена над над кусь чертой и это накрытие не 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 разветвлено вне ку то само накрытие все определено над кусь чертой да так я безусловно мне кажется что я даже ну я слышал какие-то доклады где даже ветвлению разрешается быть кусь чертой значит такие люди говорят что это следует из теорем Вейли главный аргумент что 0,1 и бесконечность лежат кусь чертой и это тоже безусловно верно из тех же соображений что я говорил значит теорема Риммана неконструктивна но в смысле в том смысле что мы алгебра геометрический объект накрытие с данными точками ветвления данная схема ветвления мы определяем вне алгебраической категории но после того как мы его знаем комплексно-аналитически мы знаем что это алгебраическая кривая значит в этом смысле нам от комплексных чисел никуда не уйти но можно этот аргумент использовать косвенно раз мы знаем что такой объект есть то мы можем описать его уравнениями пространство модулей гурвица или чего-нибудь в этом роде и для этого действительно просто надо посмотреть на язык собственно говоря ну вот утверждение если я правильно расслышал я делаю утверждение чуть-чуть более сильное чем Саша что ветвление может лежать в кусь чертой ну вот оно обосновывается буквально так же как то что я писал про легкую теорию бумбе Олн бумбе Олн бумбе Олн бумбе Олн